Акаду мы прожили в Ленинграде, на Можайске, Римске, Корске, Майорова, все мы жили тут, в Канаде Боедова. Началась война, и мы все, сёстры, договорились, девчонки, будем жить вместе. И все стали жить в одной квартире, на Майорова. Там у нас была комната большая, коммуналка была, и вот мы жили. Они работали, а у нас трое детей. Они считали меня ребенком, потому что я последняя в семье. Валя, Володя и я. Значит, мы жили на Майорова, они уходили работать, и мы все трое садились у буржуйки и сидели, ждали их. Умерла мама, умерла отец, умер еще раньше. И когда мама умирала, кусочек хлеба сказал, отдайте Татьяне. Маме не стало. Ну, сёстры все уходили на работу, нас оставляли одни. А тебе сколько лет было? Сколько лет тебе тогда было? А я уж не знаю, садулочка. Это мало, конечно. Мало, конечно. А ребенок был. Вот, началась война. Рая, у нас пять сестров, сестру. Феня, Дора, Даша, ее звать Даша. А муж сказал, нет, что-то Дора пускай будет. Мы были против, нет, Даша, Катя и я. Пять сестер. Они все уходили на работу, и мы все жили одни. Но когда началась война, мама умирает, И сестра, Раечка, стала работать в доме пионеров на Гражданской проспекте. И она стала в детском доме работать. Стала работать воспитателем в детском доме, собирала детей. И меня, как началась война, и тогда все бы жили в одной квартире, И мы стали отправлять детей. И меня. Мать умерла, и меня в детский дом отправила Рая. Нас отправили через Ладогу. Сестра. Она же отвозила детей. Куда? У меня фотографии есть. Вот мне показывало, что она отвозила детей. И меня отвезли. Гусь Хрусталь. Мы попали под бомбежку. Попали под бомбежку, и нас разбомбили. Разбомбили. И мы не доехали, куда-то нас хотели везти. И нас вы... Гусь Хрустальный. Поселок Уршель. Слышали такое, да? Гусь Хрустальный, да. Поселок нет. Поселок Уршель. И нас отправили в школу. Школа холодная. Нет отопления какие-то. Дрова там, да. И мы попали в плохие условия. Школа холодная. Не запили. Мы спали. Батрас один клали на себя, другим одевались. И мы там прожили плохо, можно сказать. Плохо. Все... Музыкальная комедия там была, конечно, музыка играли. Но все не хотели. В общем, кончилась война, и мы... Девятого кончилось, а пятнадцатого нас уже Гусь Хрустальный отправил. Нам не надо. Потому мы уже были там лишние. У нас было... Выковырки приехали, выковырки приехали. Да, да, да. Нас так ходили, просили дети хлеба. В общем, нас было плохо там, там. И когда вот кончилась война, собрались здесь... Меня пришел поезд. Таня Алешина, Таня Алешина, к тебе пришла сестра. Привезли меня на Можайскую. Пять сестер. И все сестра. Кто возьмет Таню? Это молодая, это молодая. Бабуля, бабуля, все ее... Феня, ее звали Феня. Она сказала, ну что девчонки, я старшая сестра. Я буду им, мама. И забрала меня к тебе. Ну, Майорова, я с ней прожила всю свою жизнь. Но сестры бегали, помогали. Мы очень дружные были сестры. Ну, в общем, бабули, которые воспитывали меня и моих внуков. Так что давайте вспомним мою сестру. Она замечательная бабуля. Она замечательная бабуля. У всех сестерок сестерек. Сестерок, давайте. Нанечка занялся на тебя. Наталья, 95 лет. С юбилеем, что ты. Не дай бог я еще. Спасибо.